Главный санврач области вынес новое постановление. Теперь до конца карантина будут введены дополнительные ограничительные меры, которые коснутся работы общественного транспорта и рынков. Эпидемиологическая ситуация до сих пор в регионе остается нестабильной. Для того, чтобы уменьшить количество контактных, главный санитарный врач области ввел новые карантинные меры. Теперь все выходные до 2 августа, то есть до окончания карантина, в Уральске будут закрыты продовольственные и непродовольственные рынки, а также свою работу ограничат общественный транспорт. В первую очередь это связано с тем, что не соблюдается дистанция. Не носят маски люди ни в автобусах, ни на рынках города. В общественных транспортах люди заходят туда без маски, кондуктора, водители тоже формально одевают маски, да. На подбородке держат автобусный парк номер один, Урал Техсервис и Дилижанс. А сегодня все дети автоперевозчика, где проводился мониторинг, были нарушения. Ну, многие организации, во-первых, у нас сейчас деятельность приостановили, а те организации, которые работают, занимаются жизнеобеспечением города, эти организации должны будут предоставить транспорт, то есть обеспечить развозку своих сотрудников. Необходимо отметить, что уже вторую неделю в области стоит сильная жара, и жители области массово ездят отдыхать на речке. Юрты, гостевые дома заполнены людьми, при том, что официальные пляжи сейчас закрыты. В связи с этим было принято решение о закрытии озера Челкар. Уставляют юрты, организовывают мероприятия, да, такие факты есть. Тоже по трём материал у нас есть, вчера поступил, и вот в воскресенье туда выедет совместно полиция, бригада будет туда выедет, и два дня будет там находиться. Сейчас закрыто? Сейчас закрыто, да. Но вместе с тем есть такие факты, да. Заходят туда. Также будут приняты меры и по контролированию диких пляжей. Совместно с Экиматами сейчас готовится план мероприятий, согласно которому будет организовано патрулирование стихийных мест для купания. В случае выявления несоблюдения карантинных мер, людей будут привлекать к административной ответственности с последующим штрафом.